ребят как бы я должен сказать эту правду у нас как бы с маринка такая ситуация это я про синяк как бы многие заметили девушка вчера написала так карточка действует это держи ребят заехали на пермешке без пешки в прошлый раз делали обзор на который получается ланч домашний обед и 149 рублей прикольно получается входит часто смотрим еще на стабиле да много получается я показать просто что входит вот я за 99 получается а весь который мы взяли значит ребят вот так все это дело выглядит вот сумма вышла у нас получается мы докупали на 50 рублей вот это вот получается две баночки хреновая закуска и сметанка да мы сейчас вот положим крышечку он туда сразу не мешалось и вот такие вот все одноразовые посуды сейчас я вам решить я дам ложечку вилочку они прозрачные такие с одной стороны это прикольно уже нет замечания на то что помыто не помыто мышка садил в туалет перед этим делом потошнилась вместо освободила сейчас двигайся открывая лети да по вкусу еще скажешь это кокосу рассольника давай говори как по вкусу зюрганье ребята наша колхозная пермская мы не аристократы есть можно хорошо так капусту сейчас мы посмотрим соответственно салат витамины называется тут по-корейски ну все вот и пельмешки потом соответственно позже скажем что да салат очень вкусно прям я думаю что все равно вот этот обзор который мы делали в прошлый раз там ушли наши замечания руководством этой сети потому что это пермская вроде как сеть ну салат просто изюмительный вкусный я морейки сказал надо будет посмотреть состав тоже там ничего лишнего нет никаких химии все просто относительно кстати тот кто назвал мухомором в комментариях то что я был не борода была не подстрижена так вот чувак речи уиха я полностью подстрижный профессионально сбривать не буду потому что многие из новой конкомов именно мужиков говорят саня такая классная борода многие не таскают бороду из-за того что у них там эти как сказать как бы это как объяснят слишком редкая борода я как бы торчки кит торчат для у меня как бы такая густая виде красивая буртальный мужик и сразу русскую суп тоже ребят вкусный поэтому сейчас я включу и попробуем вот эти пельменем попробую пошла от ребят маринка она просто не может быть сейчас есть сейчас я платье длинуть весь еще на я предполагал что на салат достанется как тебе конечно я люблю картошку слива по вкусу маринка зашло я сейчас салате попробую ребят салат просто не представляет я как люблю такие салаты вот короче еще трава прилагается так не будет весел ну вкусненько слеженько вкусненько значит много есть не может сейчас она сходит я говорю еще покушаю чтобы в желудке что-то осталось я туда кореновую закуску прямо закинул ребята сейчас на вот такие именно соленые капусты и свинину я не понял ну да дуфья кафе а я даю это и капуста соленая и мясо для меня она распутчатое такое ощущение девушка пошла навстречу у них пельмени жареные обычно она говорит на жареные не входят на плеку но пошла навстречу то есть она даже ничего не спорит но если хотите мы просто на мотворе я говорю давайте просто отварил не люблю жареные пельмени масло очень много так всю жизнь получается суп вкусный ну то моя красавица сходила еще раз аристократ сходил еще раз сто лет сейчас настоящий аристократ будет снова закидывать ребят минусы беременности токсикоз господи у нас что с Настей токсикоз был что со Славой потом со Славой вообще была изжога да ну что ну они вкусные нет вкусные я ем и плачу ем и плачу так то народ здесь много единственный минус получился тут получается сеть одна с этой стороны получается мешки без пешки да а с той стороны получается этот как он называется чекель да и проблема в том что мы пришли 3 минуты уже одиннадцатого да? первого первого да 3 минуты первого и у них до часу ровно до часу подожди до двенадцати а до двенадцати да у них тортилья продается с яйцом я хотел взять сомретом тортилью и разница там получается в 2 максимум минуты был я девушка подошел спросил как бы девушка а можно как бы тортилью или мы уже не успели она говорит нет потому что у них после получается 12 не продают да? после часа не продают после 12 уже не продают тортилья мы пошли сдавать часть вещей которые нам пригодились для ремонта да да это хорошо мы планируем это сделать раковину надо инсталляцией короче ребят все мы вернули такой геморрой получился да? ну-ка расскажи в чем получилось получилось что у нас двух разных чеках были в одном чеке была ванна не ванночка как это называется хорошо раковина раковина и смеситель во втором был смеситель от беды и который у мальчиков дошел который отметки делал он нечаянно отметил другую и никому ничего не сказал нет он сказал что он сначала не смеситель от беды отметил а обычный смеситель и нам оформили возврат сначала на смеситель и беды смесителя и нам пришлось его потом оплачивать раз нам провели уже вовремя короче геморрой такой что мы там стояли плюс еще карточка раз ты оплачиваешь с телефона каждый раз карта которую ты оплачиваешь с телефона но она меняется. Потому что она создается каждый раз виртуально, а каждый день она создается новым. В смысле писать заявление. Не совпадает. С другой стороны, сделали все вежливо, все нормально. Мы сейчас зашли в кафешечку, чай перебить, отдохнуть немножко, перенервничали. Беременная женщина, это, короче, ребят, просто трэш. Пришли деньги возвратить, потратили еще 3200, пришлось заплатить за смеситель, который нам вернут через 3 или 15 дней. Чем мы там купили? Влагостойку, розерку купили за 161 рубль, получается, и вилку. Сейчас нам на силикон. Это теплые полы на основе воды морешь, видишь? Можно было такие нам поставить. Ну да, в квартире опасно ставить такие, потекут если хана. Так, вот такой вот силикон получается. Сколько он стоит? 190 рублей. 5 лет без плесени. Белый. У нас он там уже лежит. Малышка подустала уже, нет? Бегается. Все, поехали, а давай. Сдавать, нам надо еще сдать беде. Беде лишнее. Вот такая вот штука гоняет очень быстро. Молодой человек сказал, что 15 км в час, да? Да. Но они, говорит, сразу до 4 км. А это, говорит, на предприятие уменьшили, чтобы они гоняли. А так, видимо, по ночам они здесь по вечерам гоняют на них. Ребят, как бы я должен сказать эту правду. У нас как бы с Маринкой такая вот ситуация. Это я про синяк. Как бы многие заметили. Девушка вчера написала. У нас друзья приходили, говорили, что у вас, говорит, Саша, тебя Марина побила? В принципе, вы все, наверное, поняли, да? Догадались. Это прыщ. Сейчас еду к врачу. Сейчас нам посмотрят, скажут, что. С кисой играют. А кто из мяка-то, Слава? Настя мяка или кошка? Мяка. А для тебя Настя мяка, да? Слава вкусна. Маленький Слава? Где у нас Слава? Маленький мужчину кормит мама. Из ложечки. Ты ехал, что ли? И туда еще Лили, смотрите, тут наезжалкин. Лили узенький мой. Там кошка на моем месте. Война, войной. Кошка, что тебе надо на моем месте? Кошка. Я еще на подушку подяжу, да? Угу. Надо помыть после этого-то уже ремонта. Сегодня помоем ее на ночь, гляди. Пускай я психает. Пускай я психает. Угу. 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 Угу.